Далее производим работу над карандашом для уточнения определенных форм. К примеру, с помощью полигонов была создана такая форма, незамысловатая, да? Было закруглено, закруглено, закруглен пластик, соответственно, были созданы дополнительные формы. Можно еще создать, да? Для того, чтобы закругление происходило более качественно и применять эффект склаживания. Далее работаем, соответственно, над самим карандашом. Для этого я конвертировал в редактируемый полигон карандашик, сам стержень, и теперь изменяю немного его очертания. Создаю сначала, перед тем, как отсоединить основную часть, карандашную, да, пишущую часть, вот, основную, создаю с помощью полигонов. Такое вот по кругу разнообразие плохой заточенности, ну не плохой, а вообще заточенности, да? Создал. Теперь мне необходимо выбрать полигоны. Вот они у меня уже выбраны. Выбрать полигоны, которые я буду отсоединять. Я их выбираю, нажимаю клавишу Detach и пишу черенок, например. Отсоединил. Теперь я могу, например, задать самому карандашу другой цвет. Да? Другой цвет, ну, сделаем его таким, синеньким. Кроме того, материал я уже назначил. Материал алюминия на данную поверхность, материал ластика, то есть малоотражающий поверхность на данную поверхность. И можно присвоить VRA-материал, создать VRA-материал, немногоотражающий VRA-материал для самого карандаша с соответствующим цветом. Сейчас мы подберем этот цвет. Подбираю этот цвет. Что-то он слишком какой-то синий. Далее изменяю отражательные способности. И задаю такой блик, небольшой блик. И назначаю непосредственно карандаш. Но это все будет видно, соответственно, при рендере. Далее мне необходимо отсоединить вот эту часть, допишущую часть, уже непосредственно. То есть я ее выделяю. Я ее выделяю. Также, конечно, мы можем поработать с вами, да? То есть поработать вот так, над этими деталями. То есть чем больше этих деталей, что называется, дьявол кроется в мелочах, или господь-бог кроется в мелочах в деталях. Соответственно, чем больше деталей, тем более реалистичная картинка, более реалистичная модель у нас получится. Это все производится уже на уровне полигонального моделирования. О всех прелестях этого моделирования вы сможете узнать в нашем базовом курсе, во-первых. Во-вторых, немного углубиться в него вы сможете в следующем нашем занятии по моделированию цветка, к примеру. Но все понятия я буду рассказывать в базовом курсе. Итак, я выделяю, создаю вот такую вот разнообразную форму, опять же, нажимаю Detach и отсоединяю. И создаю графиту, задаю, соответственно, черный цвет, да? Но лучше сделать это, опять же, с помощью материала, с помощью материала, который будет отвечать у нас графит немного. Также, на мой взгляд, он обладает отражательными способностями. Немного-немножко создаю. Задаю уровень глянцевости, например, 0.8. И назначаю данному объекту. Вот какой карандаш у нас получается в итоге. Его остается, опять же, загруппировать и сохранить под номером 2. Карандаш я нажимаю плюс, карандаш 0.1. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Продолжение следует...